Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Ну что же, начиная с программы Добро пожаловаться И вы можете звонить по телефону 67212-9399-67213-9399 В прямом эфире задавать вопросы Председатель управления товарищества Центр консультаций собственников квартир И председателю кооператива БАК-2 Сергею Сидорко Доброе утро Доброе утро Добрый день Доброе утро Ну и, к сожалению, вот что-то у нас случилось с WhatsApp К сожалению, наверное, вот мы сегодня будем обходить столько телефонными звонками Я пока не могу увидеть последние записи в WhatsApp Поэтому лучше всего звоните Звоните напрямую Ну и, как всегда, самые актуальные вопросы, которые сейчас, наверное, всех волнуют Начнем вот с кооперативов Ну, в прошлой одной из передач был вопрос по WhatsApp, как раз таки пришел Какие изменения произошли в законе о кооперативных обществах Ну, я обращаю внимание всех радиослушателей, особенно тех, которые либо планируют создавать кооперативы, либо живут в кооперативных обществах Так что принята новая редакция закона, она вступила в силу с 1 января этого года И этот закон, ну, существенно, новая редакция закона отличается от предыдущего И, может быть, в нескольких словах я попытаюсь охарактеризовать эти изменения Первое и главное, кооперативы собственников квартир потеряли какой-то свой особый статус Там было все-таки в предыдущей редакции закона фраза о том, что такие кооперативы не являются коммерсантом Все, с Нового года все кооперативные общества являются коммерсантами Но только с, ну, весьма необычной, скажем, формой организации сотрудничества собственников То есть у всех собственников равные права, один собственник, один голос И там еще ряд моментов Это первое Значит, когда вы говорите, что мы живем в кооперативе Вам надо совершенно четко понимать, что кооператив это коммерческое предприятие Которое принадлежит его членам И, собственно говоря, ничто не чуждое для коммерсантов не может быть чуждым Для кооператива За исключением одного, что все-таки мы объединялись в свое время для того, чтобы достигнуть немножко других целей, нежели прибыль Мы объединялись для того, чтобы сначала исторически вообще получить жилье, а потом, чтобы это жилье содержать на понятном нам качестве и с понятными нам ценами Собственно говоря, мы сами, являясь получателем услуги, сами имеем возможность диктовать объем и качество и стоимость этой услуги В этом есть особенность кооператива собственников квартир Дальше очень большие изменения произошли в порядке принятия решения Сейчас процедура принятия решения выглядит следующим образом Инициатор собрания объявляет, а собрание должен объявить за месяц Причем письменно оповестить всех членов кооператива о том, что будет собрание И предоставить сразу же, одновременно с этим оповещением, повестку дня А как оповестить? Это вывесить объявление в подъезде или каждому бросить в почтовый ящик или на электронную почту? Закон говорит письменно. К сожалению, не удалось убедить людей, которые готовили окончательную редакцию Что все-таки должны быть какие-то особые методы Письменно, по крайней мере первый раз, это значит либо лично под подпись, либо через почтовое послание Чтобы у вас были как доказательства После этого, да, появилось, и допустим в редакции устава нашего кооператива и регистр предприятия это утвердил Личное вручение, посылка оповещения по интернету через электронную почту оповещения Публикация в доступных местах, ну это значит на сайте кооператива и по почтовым ящикам Ну и дальше разрешили выбрасывать почтовые ящики Но это все по системе оповещения можно применять тогда, когда вы утвердите новый устав То есть первоначально нужно собирать письменно собрание, чтобы не нарушить процедуру Почему месяц? Раньше было две недели Сейчас месяц, потому что законодатель предусмотрел возможность Раньше тот, кто объявлял собрание, он же определял повестку дня И эта повестка дня после объявления уже не могла быть изменена То есть никто никаких там поправок внести не мог Сейчас дается месяц с тем, чтобы в течение первых дней после оповещения Те члены кооператива или там их представители или группы Могли все-таки внести свои предложения по изменению повестки дня И тогда собирающий орган, обычно это правление, он обязан внести эти дополнения Изменения, дополнения скорее всего в повестку дня Уже собрание будет решать, рассматривать или нет Но отказать сегодня от включения вопросов, если не поданы эти поправки, своевременно невозможно И это второй такой крупный блок И следующий блок это относительно проведения собрания То есть кооператив сегодня может управляться Либо собранием членов кооператива, когда общее собрание Либо собранием представителем Это то, что мы раньше называли уполномоченными в свое время Когда от определенной группы людей избирался один человек И он шел представлять эту группу на собрание Значит, сейчас они называются представители Там описаны процедуры их назначения или избрания Но невозможно и так, и так Или, или вы выбираете один из двух способов В чем принципиальная разница, на мой взгляд Это то, что если собрание членов кооператива, то оно проходит с первого захода То есть законодатель предусмотрел, что если все члены кооператива Своевременно оповещены, им предложена вся информация по повестке дня То дальше нечего выжидать Кто пришел, тот и решает Простым большинством голосов Это весьма такая, я бы сказал, действенная норма И она нормальная Не пришел, сам виноват Ну, значит, ты согласен с тем, что решался Значит, ты доверил тем, кто пришел решать этот вопрос Это логично Очень даже, да И это такое очень большое отличие Еще одно такое существенное отличие Это изменены сроки Максимальные сроки, на которые можно выбрать руководящие органы И органы управления кооператива То есть правление может быть избрано не на 3, а на 5 лет Что в некоторых случаях является целесообразным Но это не означает, что собрание не может каждому новому правлению устанавливать свой срок Хоть через 2 месяца, потом еще Это компетенция собрания И еще один момент Внутренняя ревизия стала необязательной То есть кооперативное общество, как и любой коммерсант, должно пройти внешний аудит при сдаче Отчет годового, ну и соблюсти все требования закона о бухгалтерском учете А внутренний аудит или внутренняя ревизия, она по усмотрению собраний И я думаю, что зачастую это часто бывает не очень целесообразно Это такие основные принципиальные отличия, которые сейчас внесены в закон И с этим надо считаться Но хочу обратить внимание, когда приходят люди на консультации Часто сталкиваешься с тем, что идет какое-то непонимание людьми Вопрос, что кооперативное общество, как я уже сказал, это управляющая компания И закон и устав кооперативного общества касается только внутренней жизни кооператива То есть, первое это, как выбирать, кого выбирать, какие должности будут, степень их компетенции Следующий вопрос это, как кооператив вправе распределять бюджет, но он не вправе назначать квартплату Он может, как любая управляющая компания, предложить, что вот со следующего года Коопплата должна быть, ну на взгляд кооператива такая-то, но диктовать и прямо вот сказать, что Коопплата у вас будет без утверждения собрания собственников не должен, не имеет права То есть, сначала, как любой предприниматель, управление кооператива вместе с теми активистами, что у них есть, они идут в дома В соответствии с законом о квартирной собственности принимают все необходимые решения по размеру квартплаты Принимают решения по ремонтам и только после этого эти деньги, ну вот уже дальше Когда эти деньги собираются, уже известие о том, сколько кто будет платить и за что в следующем году Потом, когда правление кооператива вместе собирается и начинает решать, как целесообразнее расходовать эти деньги С теми, чтобы обеспечить выполнение требований собственников квартир Все-таки здесь два разных законодательства Закон о квартирной собственности Он определяет размер оплаты, способы распределения счетов и порядок принятия решения о ремонтах Закон о кооперативных обществах определяет, кто и как будет руководить этим обществом Собственники и распределение уже полученных, ну скажем так, условно говоря, доходов или бюджета То есть планируемых доходов И третий закон, это закон об управлении жилыми домами То есть товарищества собственников квартир или кооперативное общество собственников квартир Должны организовывать процесс управления домом в соответствии с этим законом Законом о управлении жилыми домами Вот так вот эти три закона между собой коррелируются А чем отличается кооператив или товарищество собственников квартир от просто собственников квартир, которые живут в доме и не организовали такое товарищество? Ну, собственники квартиры они везде есть Они присутствуют и в случае кооперативного общества, и в случае, когда ничего не организовано Это собственники квартир, у них все приоритетные права на принятие решений Они принимают решение о том, кто будет обслуживать И здесь собственников квартиры не могут сегодня выбрать кооперативное общество, даже все дружно в него вступить После этого также дружно из него выступить и поменять обслуживающую организацию Так что в данном случае собственники квартир это такая вот база, на которой все строится Или собственники квартир могут же без организации юридического лица выбрать одного уполномоченного представителя Или трех, которых наделить широкими полномочиями, и они будут участвовать в принятии решений Но все-таки базово собственники квартир, они принимают решение о судьбе дома Как обслуживать, каков объем обслуживания, почем должно быть это обслуживание и какие ремонты будут делать Это компетенция собственников квартир, независимо от того, кто ими управляет Могут ли исключить из кооператива при том, что у человека остается в собственности квартира в этом доме? Из кооператива можно, значит там немножко так, членом кооператива обычно жилищного кооператива собственников квартир может быть только собственник квартиры То есть если он лишается по каким-либо причинам или отчуждает квартиру, то он теряет автоматически права члена кооператива Но члена кооператива можно исключить за нарушение устава, скажем так, но это никаким образом не связано с собственностью То есть лишить собственности или поставить ему трехкратную квартплату или еще что-нибудь такое учредить нельзя То есть если член кооператива, грубо говоря, нарушает устав В зале все члены кооператива постановили пополнить уставной фонд в виде членских взносов, что не имеет никакого отношения к квартплате Ну вот мы решили там пополнить, ну не знаю, купить компьютер, допустим И вот человек отказывается, ну в этом случае, наверное, можно рассматривать вопрос об его исключении Поскольку ты когда вступаешь в общество, ты обязуешься все-таки выполнять решение общества и придерживаться того, что прописано в уставе Но опять-таки я хочу сказать, если человека исключили члена кооператива, это не значит, что ему либо изменили условия обслуживания, либо отказали в обслуживании Нет, это две разные вещи, которые... Есть еще один, по-моему, такой хитрый пункт в этом законе о кооперативе, что исключить могут за дискредитацию кооператива С действием направлено на дискредитацию, и вот я читал, что были прецеденты, когда этот пункт использовался для исключения из кооператива Ну по личным причинам, то есть люди конфликтовали с председателем кооператива, с ним ссорились, ругались на собраниях И вот это трактовалось, что вы писали на него жалобы, что вы дискредитируете деятельность кооператива и на этом основании исключали Человек потом через суд пытался каким-то образом восстановить Ну, возможно такое, но это уже сведение таких личных счетов Я считаю, что это вообще путь в никуда, начинать исключать собственных членов, потому что они с тобой не согласны или они противостоят тебе И считают, что их мнение более правильное, но от того, что ты их исключишь, ты ничего не добьешься И в данном случае, я думаю, что если такое и было, то это... Неправильно, это новое решение Ну, я не сторонник таких действий, потому что... Ну что значит дискредитирует? Человек либо не понимает, либо не знает, как это все работает, либо он знает Но в любом случае у него есть право на свое мнение Ну, в конце концов, в кооперативе все решается большинством голосов И если таких голосов будет много, я забыл упомянуть еще одну существенную добавку к закону Вот вы мне на том мысли, что это нужно обязательно сказать Раньше был тупик Если, допустим, правление кооператива имело оппозицию И оппозиция хотела собрать собрание, то у оппозиции была возможность Собрать одну десятую подписи членов кооператива за то, чтобы собрать собрание И дальше висел вакуум То есть дальше правление могло собрать, могло не собрать По закону они должны были с этой же просьбой обратиться к ревизионной комиссии Которая тоже могла собрать собрание, могла не собрать А если эти две институции не собирали, то дальше был тупик То есть дальше упирали в стенку Потому что закон был прописан, ну, исходя из такой логики Что раз закон написан, все его будут выполнять А сейчас внесли в закон норму о том, что если восстановленные сроки То есть неправление, невизионная комиссия, если она есть Не принимает решения по поводу вот этого заявления о созыве собрания То инициаторы могут сами собрать собрание И оно будет легитимным Это очень важный момент То есть если есть какое-то противостояние в КПРТ Я бы советовал не заниматься какими-то там делами А просто действовать согласно закону Телефоны в нашей студии 67212-93-9-67213-93-9 Доброе утро, добрый день, мы с вас слушаем Доброе утро Доброе У меня такой вопрос Если с неразделенной собственностью человек умер и осталась дома и модель, которая не была востребована родственниками в порядке наследства То кому она сейчас принадлежит и может ли это дом и модель принимать в управлении домом? Понятно Ну, это то же самое, что квартирная собственность Если квартира никому не принадлежит, то должен быть инициирован процесс все-таки наследования Неважно, что наследников нет, никто не унаследовал И должно быть это имущество признано выморочным и оно отходит в пользу государства А государство уже распоряжается им по своему усмотрению Оно может оставить эти думы, эти идеальные доли у себя в собственности Тогда оно будет принимать участие как объект гражданского права в управлении этим домом Либо будет новый собственник Так, слушаем следующий вопрос Здравствуйте Знаете, вот сейчас информация была на вашу, что обрушился дом там Значит, вы, наверное, слышали Вот, и там месяца хозяин вроде бы Вот я тоже в таком доме живу Кто сейчас будет, вот, должен платить за восстановление Тут экспертов вызывали и так далее Сейчас он обрушит все это на жильцов и опять они будут крайними Я прошу прощения, это вы арендуете у частного собственника? Да Понятно Ну, платить должен хозяина за счет каких средств? Потому что по строительному закону за соответствие здания Основным техническим требованиям отвечает собственник здания Если это физическое или юридическое лицо, то оно отвечает Но откуда оно возьмет деньги, ну это вопрос уже следующий Скорее всего с арендаторов Если у него нет другого источника, если нет накопленной фибели и так далее Пускай берет, пускай берет кредит А против чего, если он допустил здание до такого состояния? Понимаете, я не буду дальше продолжать Потому что пускай берет кредит, кредит взять можно Но нужно его возвращать Значит, соответственно, все равно В данном случае он будет это все компенсировать Скорее всего за счет аренды здания Но боюсь, что так как бы там не получилось так, что это здание дальше эксплуатируется Он довел, понимаете, а простые жильцы опять виноваты Ну, где же правда жильцы тогда? Ну, я ничего вам не могу сказать Может быть, частично это ваши слова сегодня Это ответ тем, кто возмущается, что им в свое время дали на приватизацию квартиру Вот один из примеров, что может быть, если ты не взял на приватизацию и не заботишься сам о жилье К сожалению, такая жизнь отвечает Могу однозначно сказать, что за ремонт, восстановление дома отвечает собственник Но он вправе и не восстанавливать, в принципе Если техническое состояние плохое У меня вот по прошлому вопросу еще было дополнение А если, предположим, квартира вымрачная, там не нашлись родственники Она как бы отошла государству, но получается так, что кто должен оплачивать Если, подложим, вот этот вопрос, пока повис в воздухе Тем не менее, эта квартира потребляет тепло Какие-то происходят ремонтные работы, которые раскидываются по всем квартирам То есть, кто оплачивает, если возникают долги по этой квартире? Если квартира вымрачная и в итоге уходит в пользу государства То государство не берет на себя никаких обязательств по погашению вот этих вот денег Поэтому я еще раз подчеркиваю Если вам известно, что в вашем доме такое случилось Неважно, это идеальная доля или квартирная собственность И вы в курсе, что не возбуждено дело о наследовании В этом случае я уже на одной передаче говорил, что дело о наследовании, процедуру наследования может возбудить любое лицо Чем раньше оно возбуждено, тем быстрее закончится эта агония Спасибо, да, доброе утро Вы говорили, что они приватизировали Так я хотел приватизировать, мне никто не дал У меня советский ордер, я от государства эту квартиру получил Теперь три собственника поменялись, и я опять крайний Вот что же мне делать тогда? Не дают приватизировать? Ну, теперь уже, если собственники есть, то и не дадут Ну, я могу только посочувствовать вам Значит, вам так не повезло 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 Сегодня мы по телефону в основном принимаем ваши звонки Вы можете обращаться на ваши вопросы по коммунальному жилью Ответит председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир И председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Вот мы когда говорим действительно о таких вот ситуациях Где, ну, явная какая-то происходит, ну, вот несправедливость Может быть действительно, то есть дом копит долги И получается, что вот квартира стоит пустующей И создает вот эти долги Насколько возможно повлиять? Ну, то есть вот есть вопрос законности и справедливости То есть мы понимаем, что вот как бы ситуация несправедлива по отношению к жильцам Можно ли все-таки каким-то образом, ну, повлиять на то, чтобы эти долги не образовывались Или чтобы государство, может быть, взяло на себя Раз государство перенимает эту квартиру с этими долгами Ну, я не думаю, что государство будет что-либо принимать против себя Скажем так, это первое Второе, там ведь вопрос еще такой, что В первую очередь это вопрос либо управляющей компании, либо самих собственников Я еще раз подчеркну, дело в том, что зачастую бывает так, что лет 5-7 квартира стоит невостребованная Долги на ней копятся и никто никакого наследственного дела не возбуждает Хотя известно, что нынешний владелец уже ушел в мир иной И в этой ситуации весьма и весьма опасны задержки любые То есть, я не знаю, в нашей практике у нас, мы говорим о печальной теме Но тем не менее, в случае нашего кооператива, если я вижу, что в квартире там несколько месяцев не идет платеж Небольшой срок Мы, если у нас нет тестоверных сведений, что этот человек среди нас То мы просто через портал и запрашиваем, где он числится, на каком свете И если видно, что платежи не идут, а человека уже нет То мы сами возбуждаем, идем к нотариусу и просим возбудить дела наследа Нет, никакой проблемы не представляет Наследниками мы быть не можем Но нотариусы начинают выяснять установленные законом порядки Есть ли наследники, примут ли они наследство Мы можем подать претензию к наследству И когда новый собственник будет принимать это наследство Тогда он, соответственно, будет уже обязан погасить эти долги Это с одной стороны С другой стороны, сейчас принят закон об управлении живым домом Там есть интересная норма, что поставщики тепла, воды, услуг теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вывоза мусора В случае смерти человека и невозможности взыскания этого долга, который образовался, должны солидарно списать этот долг То есть не работает пока По крайней мере, не везде водоканал принимает требования закона ВИЧ-Водоканал и выполняет А вот ВИЧ-Терригоссилтумство очень бесстрашно не выполняет Ну, то есть, получается, что в эту квартиру все равно зайти никто не может Если, ну, там, батареи греются Ну, их и отключать нет смысла, потому что хуже бывает так, что человека нет, а окно открыто Ну, да И настишь причем Такое тоже бывает И всякое бывает Но, на самом деле, нужно следить и своевременно принимать меры Всегда какой-то выход есть Не очень быстро, не очень, может быть, удобно, но выход есть всегда Вот это, условно говоря, черный ящик Вот квартира, куда действительно не могут попасть А возникают, возможно, конфликтные ситуации Когда, ну, условно говоря, заливают соседи сверху Происходит какая-то вот необходимость ремонта там стояков Которые вот мы уже тоже обсуждали Когда какая-то квартира закрыта и непонятно, живут там, не живут Уехали на заработки Или это вообще вымрачная квартира Насколько вот эти вопросы могут решаться каким-то, ну, волевым силовым методом Или приходится просто вот ждать? Ну, обычно, я могу сказать так Это очень большое осложнение Если вдруг ты подходишь к квартире И там произошло из этой квартиры предположительно залитие Либо какие-то другие неприятности И никто не откликается на звонок Но это часто бывает проблем Это часто бывает проблем Но они разрешаем Я не знаю, мы в своем кооперативе стараемся все-таки вылавливать всех жителей И стараться найти у них какие-то контакты Потому что если люди уезжают куда-то надолго Ну, обычно не бывает так, что ни у кого ключи не остаются У кого-то ключи остаются Это проблема, но она зачастую решает Она решает Потом в век интернета сейчас любой человек, собственно, может оставить свой электронный адрес И по нему ты можешь с ним связаться Хотя бы какие-то первичные действия предпринять Но есть В сейминутном плане, скажем, что в течение 2-3 часов взял и решил проблему Ну, конечно, этого не будет Тут может быть и день, и неделя, и месяц По-разному Ну, вот возвращаясь к закону о кооперативах Насколько действительно этот закон лучше? Или, ну, вот поправки Насколько они улучшают этот закон? Или, может быть, в каких-то случаях они только усложняют ситуацию? Ну, знаете, я думаю, что этот закон в нынешней редакции Он больше соответствует тому, что происходит на практике Потому что меня тоже приглашали Я участвовал в рабочей группе, которая подготавливала эту редакцию закона И поверьте мне, там сидело представители отраслевых, наверное, 15-20 человек Которые представляли кооперативы из разных отраслей И все мы внесли свое видение, свою лепту, свой опыт Потому что там были и большие, и маленькие кооперативы Такие кооперативы, где там, допустим, владельцев леса, где они объединяются по 2-3 хозяйства И вот они кооперируются между собой До более крупных сельскохозяйственных кооперативов Или таких кооперативов, которые это касса взаимопомощи Я сейчас не назову правильное название Дружили с дорожников, там 10 тысяч членов У меня, допустим, 1200-1300 членов То есть разные кооперативы И с одной стороны, все-таки эта идея жива И она продолжает и потихонечку развивается С другой стороны, те формальности, которые мешали нам жить И мы по ним не жили Тот же самое собрание Что значит собрать 2 раза? Было до этого собрать собрание членов кооператива Надо было дважды его собирать Собираешь, не пришли Значит, ясно, что через 10 дней или в течение 10 дней Потом в течение месяца созывается второе собрание И оно уже может решать при любом количестве Ну, какой смысл этого повторного действия? Очень часто мы поступали так Мы брали и объявляли, что первое собрание в 17 часов Второе в 17.30 Ну, ведь никто, когда принимаются такие идеальные решения Никто не считается с тем, что если ты формально собираешь собрание на 1300 членов То ты должен позаботиться о том, чтобы зал был Хотя бы для кворума, хотя бы для 650 человек Пойди, найди такой зал, бесплатно ты его точно не найдешь Раньше школы нам помогали, давали за относительно маленькие деньги Мы могли брать в аренду актовый зал Сейчас Вечерская дума запретила эту практику Теперь мы ищем где-то на другом конце города этот зал Это же затраты большие А кто в этом случае несет издержки по этим затратам? То есть это оплачивается из какого-то фонда Ну, у кооператива так или иначе, вольно или невольно образуется прибыль Есть составные деньги, но они очень маленькие, основные капиталы В основном это образуется прибыль за счет этой прибыли Ведь затратное дело Пошли каждому письмо для оповещения Потом зал найми Потом, учитывая, что возраст наших членов очень многих далеко не спортивный Скажем так, мы снимаем автобус, чтобы довезти их до зала Ну, а тут начинается Так что это вещи такие И нынешняя редакция закона, она в какой-то степени это учитывает А сколько вообще было изменений внесено, как раз, когда шла работа над новой версией? А мы просто по новой писали Абсолютно, да? Закон писался по новой, то есть брался старый закон Вот из этого старого закона это возьмем? Возьмем, остальное дописывается Ну, там и очень много еще юридических Я вам сказал только то, что касается оперативной деятельности А там есть очень много юридических нюансов, в которых я не очень разбираюсь Это всякие согласования с европейскими законами Чтобы это было в том же ключе, что и коммерческие законы и так далее Там очень много нюансов такого юридического плана Потом для нас вопрос разделения, распределения прибыли вообще не важен У нас не дополнительных паев, которые могут быть в других, допустим, сельскохозяйственных или в каких-то других Или инвесторы могут быть в других кооперативах У нас это все не присутствует Поэтому там очень много, да я думаю, там каждый добился максимум того, чтобы могло помочь ему и не навредить другому А вот эти вопросы действительно с тем, чтобы собрать хотя бы кворум Насколько это для больших кооперативов проблема Ну, вот учитывая большое количество членов кооператива Действительно ли существуют какие-то залы, которые позволяют вместить в себя такое большое количество людей? Ну, я имею в виду доступные просто для... В моей памяти только одно собрание в 96-м году в нашем кооперативе было с квором Так это была 80-я школа, если кто знает современная школа Это полностью битком стоя стоял зал И еще плюс там есть фойе такой передний, громадный, почти по размеру зала Вот все это люди стояли стоя После этого никаких особых собраний с квором я не наблюдал Но когда была еще до 2003 года институция уполномоченных Вот это была в тот момент очень хорошая, на мой взгляд, форма Потому что это были представители от подъездов Фактически в одном подъезде избирался один человек Он приходил и с этим коллективом в 90 человек что у нас было Можно было работать с ними, можно было собираться в промежутках между собраний Для обсуждения вопросов, для разработки вообще путей движения и так далее И это было удобно Сейчас люди по сравнению с этими годами, 2000-ми годами Очень сильно отдалились друг от друга Они не хотят вообще как-то вот консолидироваться Выбирать кого-то, участвовать где-то Люди ушли в совершенно другую сторону Может это и логично, что он живет, если у него тепло, чисто и светло Но зачем ему все это надо? Но действительно ли можно говорить о том, что изменилась вот эта психология людей? Потому что я еще застал, помню те времена, когда чуть ли не своих детей доверяли соседям Просили присмотреть зачем-нибудь, оставляли ключи от квартиры, просили поливать цветы То есть дом жил какой-то, воспринимался как какая-то общность людей И все друг друга знали, здоровались И вот сейчас вот эта атомизация по своим квартиркам, это хорошо или плохо? Я не могу сказать ни хорошо, ни плохо Дело в том, что, допустим, наш кооператив создавался двумя предприятиями В основании лежало морское пароходство, юридическое морское пароходство и завод ВЭФ Поэтому дома прямо с цехами заселялись То есть люди были, когда первоначальные жильцы, они друг друга знали просто и по работе И были далеко, ну скажем, незнакомые люди И поэтому тогда была немножко другая атмосфера Сейчас люди разобщены, это я точно могу сказать И каждый старается жить, но и жизнь поменялась, понимаете? Жизнь поменялась, где-то общественная жизнь, на мой взгляд, она где-то отходит в сторону куда-то Потому что, Анна, у нас есть вот звонок Здравствуйте, доброе утро Пожалуйста, ваш вопрос Доброе утро Доброе Нашему дому 50 лет Многоквартирному, пятиэтажному дому Значит, он у нас стоит При приватизации оказалось, что на частной земле половина дома, половина Рижской думы принадлежит И вот теперь, когда обнаружилось, что у нас не ремонтировался пешеходный тротуар около дома Мы обратились три года назад в Ригас-Пардалгал-Испилдирекция Нам отказали, потому что у нас частник Принадлежит эта половина дома частнику Не хотят ремонтировать нам пешеходный тротуар Мы обращались и в Ригас-Намо-Парвал-Никс Но нам никак не могут оказать содействия, чтобы произошел ремонт этого пешеходного тротуара Даже дворник сломал руку при работе Теперь скажите, пожалуйста, разве частник не несет ответственность за это? Собственник земли не несет, исходя из сегодняшнего закона, ответственность ни за что Если земля находится в аренде, она у вас находится в аренде Неважно, заключен договор или нет, это необходимый участок Он единственное, за что отвечает, это за деревья Вот если там дерево какое-то косое, кривое, либо погибшее, либо оно мешает То вы вправе потребовать, чтобы он за свой счет его снес Это все Это первое Второе, это вопрос, который вы задали, он взаимоотношение с Трической Думой У вас стоит дом на частной земле, вам отказывают Поэтому под этим предлогом у нас дома стоят на земле, которую приватизировали члены кооператива И нам отказывают, потому что это ваша земля Хотя чисто юридически это все отговорки от лукавого Потому что на самом деле земля и тротуар никакой связи между собой в данном случае не имеют Понятно, что тротуар расположен на земле, но земля как собственность, как база Она это идеальная поверхность, которая очищена от села Дальше на этой земле находятся инженерные сооружения В том числе дороги, подъездные пути и тротуары И соответственно никто при приватизации вот эти инженерные сооружения никому не передал Они как были в свое время в государственной или самоуправленческой собственности, так и остались А точнее повисли в воздухе И сегодня никто по серьезному этот вопрос решать не хочет Потому что на самом деле пора уже давно признать, что вот эти вот покрытия Может быть за исключением тупиковых, там где вот дальше уже никуда дорога не идет И явно, что вот этим подъездным путем, вот этим участком и этим тротуаром Пользуются только жильцы дома, потому что ну дальше некуда А все остальное это должно быть признано, что это городское имущество И если у города нет денег, а мы хотим, чтобы у нас были нормальные дороги Ну наверное надо собирать на это деньги целевым способом И приводить в порядок, потому что вы сейчас добьетесь и вам сделают тротуар А в соседнем доме он будет такой же, похабный, извиняюсь Добрый день, здравствуйте, пожалуйста, в эфире Добрый день Добрый Пожалуйста, два вопроса Первое, существует ли какой-то порядок проведения капитальных ремонтов? Там подачи среднее требования проекта, составление смет и так далее Второе, господин Сидорко, вы в курсе дела? Проводятся ли курсы уполномоченных в Риге? Очень много о нем говорили и существует большая потребность в них Но добиться официальных лиц о проведении этих курсов пока не удается Спасибо Начнем с требований Вообще все требования к производству, к порядку организации строительных работ в многоквартирном живом доме Существуют правила кабинета министров 907, 905 и 906, если не ошибаюсь Нам по номерам надо смотреть Они определяются по следовательности, как готовить общество, как готовить и что В том числе там есть требования обязательно к сметам Дальше есть такие общие правила, предъявляемые к домам Сейчас точно не переведу с латышеского языка Это не общее строительное правило, а весь про регион внутренний Есть такой документ, норматив, где сказано совершенно четко Что, когда должно быть Я могу сказать сразу, в городах, если здание имеет свыше одного этажа То совершенно точно, практически на все виды работ Должно быть разработан либо проект, либо пояснительная записка Допустим, даже такое безобидное действие, как поменять окна одни на другие Вы должны обязательно предоставить строительному праву пояснительную записку Где вы сообщаете о том, что будут установлены окна такого-то цвета Подтверждаете, что не будет изменена, скажем, рисунок окон и так далее Это все должно быть Более того, я бы настоятельно рекомендовал, несмотря ни на что Даже если это мелочная работа, разрабатывать проект Потому что проект, это все-таки проектная документация Это документация сразу на весь комплекс Допустим, вам надо поменять 10 метров трубы Но вы прекрасно знаете, что у вас во всем здании трубы уже закончили свою жизнь Скажем так В этом случае нужно делать комплексный проект И начинать менять сразу так, как надо, а не так, как вам заблагорассудится Это первое, второе, сметы Да, есть требования И вообще надо помнить об одном, что В принципе, есть два документа, на основании которых вы можете в строительстве Начинать споры по поводу качества, объема и всего прочего И гарантии Это либо проект из сметы, либо сметы, если проект не требуется Поэтому я часто сталкиваюсь, так приходят люди Вот, смотрите, как дорого Написано, шаровой венте А я спрашиваю, а какой? А вот шаровой венте или окна ПВЦ Открой каталог, там есть трехстекольный, двухстекольные блоки Есть с сейфовым замком, что трудновскрываемый Есть невскрываемый, есть скрываемый Ты спрашиваешь, а что вы заказали? А вот здесь вот строитель хороший Это не должно быть Но относительно вопроса об обучении Ну, скорее всего, это надо обращаться в Реческую Думу Потому что, на самом деле, насколько мне помнится В свое время Ну, это где-то были 2000-е годы Реческое агентство жилья было такое Оно проводило очень мощные, очень капитальные курсы Там достаточно много часов И там готовили, скажем, по минимуму управляющего домом Одним домом с тем багажным знанием, который там давался Вполне можно было работать и управлять И сейчас недавно, только вот В прошлом, позапрошлом году Рига с новым породником Там тоже при помощи Реческой Думы Там по программе Там были курсы Там были курсы Сейчас, ну, не знаю Но это надо обращаться все-таки в Реческую Думу Скорее всего, в отдел, в департамент жилья Оттуда это должно идти Ну, тогда переадресуем нашу служительницу По этому адресу Ну, я смотрю, уже, к сожалению, у нас время закончилось Это была программа «Добро пожаловаться» Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко Который также является председателем кооператива «Бака-2» Был сегодня в нашей студии Спасибо вам большое До следующего понедельника Всего доброго